Моё почтение, я Александр Михельсон и сегодня в лайф-обзоре новое пятое поколение пикапа Mitsubishi L200. Модель производится в Таиланде и продаётся на азиатских рынках под именем Triton с весны этого года. Согласно заявлениям производителя, уровень комфорта нового L200 приблизился к легковому, при этом автомобиль остался настоящей рабочей лошадкой. Пропорции архитектуры кузова остались прежними, но внешность пикапа изменилась значительно и, по-моему, в лучшую сторону. Посмотрите, насколько эффектно смотрится этот автомобиль, особенно впереди. Да, много хрома, любят в Азии этот хром, но стремительные формы и это пикап, подчеркиваю, это пикап. И особенно всё это заметно на фоне модели предыдущего поколения. Даже сзади L200 смотрится эффектно, не по-пикапному эффектно. Ну, смотрите, хромированная ручка открывания вот этого кузова. Ну и кузов белый, ну я такого никогда не видел. Белый кузов в пикапе. Я думаю, что этот автомобиль будут покупать не только из-за его утилитарных свойств, его будут покупать в том числе и из-за внешности. Не стоит забывать и о тюнинге, который делает внешность пикапов ещё более эффектной. Кстати, для L200 предлагается несколько комплектов фирменных аксессуаров, делающих автомобиль ещё выразительнее. Даже появление дуг в кузове и подножек уже меняют внешность автомобиля. А вот с таким багажником L200 выглядит и вовсе как космический челнок, вернее, космический пикап. В целом силуэт кузова остался почти нетронутым, но смотрится он намного стремительнее. Хотя вот этот G-образный фирменный изгиб кузова вот в этом месте остался нетронутым. На российском рынке L200 будет представлен с одним дизельным двигателем, который соответствует нормам Евро-5, нормам экологичности. Объём 2,4 литра, но мощность разная. В базовой версии мощность 153 лошадиные силы и только в максимальной комплектации мощность двигателя будет 181 лошадиная сила. В основе автомобиля по-прежнему полный привод, рамная конструкция и клиренс в 205 мм. Так что во внедорожных возможностях сомневаться не приходится. Тем более L200 в предыдущем поколении проявил себя как настоящий проходимец. Во время съёмок в далёком 2008 году мы загнали автомобиль в яму со снегом и грязью в перемешку. Но L200 смог выбраться из грязевого плена без помощи трактора. Ещё из технической информации. На российском рынке модель будет оборудована двумя вариантами полного привода. Изи-селект, то есть лёгкий вариант, и супер-селект. Вот этот знаменитый митсубишевский полный привод. Но давайте техническую информацию всё-таки я оставлю для ходового полноценного тест-драйва, который будем снимать в самое ближайшее время. А закончу я салоном. По утверждению производителя, автомобиль стал намного комфортнее, тише. Салон стал больше, особенно сзади для задних пассажиров. Но и радикально, как видите, поменялся дизайн. Те, кто уже успели прокатиться на L200, отмечают, что по ощущениям места на заднем сидении действительно добавилось. Хотя, судя по цифрам, увеличение незначительное. Для ног пассажиров прибавка составила всего 20 мм. Ширина на уровне плеч выросла всего на 1 см, а высота потолка на 5 мм. Полностью изменилась передняя панель. Теперь она выглядит современнее и дороже, чем у предыдущего поколения. В её центре разместился 7-дюймовый экран с навигацией. И ещё на руле появились подрулевые лепестки. Правда, необходимость их для пикапа вызывает у меня большие сомнения. Пользуясь служебным положением, хочу сделать один, вернее, даже два анонса. На сайте Михельсон ТВ на канале в YouTube появилось за эту неделю два свежих видео. Это полный ходовой тест-драйв нового поколения Audi Q7 и лайв-обзор нового, опять-таки, восьмого поколения Volkswagen Passat, который буквально только что появился в дилерских центрах. Смотрите, подписывайтесь, потому что подписчики в первую очередь и максимально оперативно получают информацию о свежем видео. Также буду вам исключительно благодарен за всяческие лайки и плюсики, которые это видео продвигают. Но ставьте их только тогда, когда программы вам действительно были полезны или понравились. Ну и традиционно желаю вам удачи на дорогах. Счастливо!